Хатиджи, не говори так, как мне жить с этой болью. Я убила своего ребенка. Хатиджи! Хатиджи! Лекаря! Лекаря! Хатиджи! Хатиджи! Я убийца. Жалко. Хатиджи не заслужила такого удара судьбы. Какое несчастье. Ей нужно скорее снова завести ребенка. Иначе эта боль будет убивать ее каждый день. Не будем об этом, Хюрем. При мысли о Хатидже у меня сердце разрывается. Мустафа? А? Тебе еще не известно? Валиде и Дайве решили отдать мои покои Мустафе. Да? Почему они так решили? Мустафа растет. Валиде не хочет, чтобы он и дальше жил вместе с матерью. Я ее понимаю. Да. Но она отдала мои покои. К чему такая спешка? Я не понимаю. Разве нельзя было подготовить другие? За порядок в Гареме отвечает Валиде Султан. Если она посчитала что-то нужным, сделать ничего нельзя. Любовь моя, Хюрем. Не хмурь свое личико. Твои главные покои здесь. У меня. Твои главные П przedstaw Lebanese Победа. Здравствуйте. Припасем для делают franchise. Я рад тебе, Хиран. Повелитель. Сегодня такая погода. Если хотите, покатаемся верхом. Ты вся светишься? С чего у тебя такое настроение? Просто я с тобой. Хотя Джей сегодня стала лучше. Я хотела к ней съездить, но в Элиде мне это запретило. Хиран, в чем дело? Между тобой и Элиде что-то произошло, есть что-то чего, я не знаю. Нет. К счастью, Элиде меня очень любит. А я люблю ее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Ну, Хюррем, я жду, переводи. Может, мы поймем, почему Лука так внезапно уехал. Прошу. Ниги Аркалфа, во дворце уже знают. Сообщили, значит, где была ваша голова раньше? Как же вы оставляете госпожу одну? Что я теперь Ибрагиму Паше скажу? Простите. Вон отсюда, чтобы глаза мои вас не видели. Ну, что он пишет? Меня никак не хотели принимать в дворце. Мастера хотели, чтобы я уехал. Я вижу, меня здесь не любят. А здесь он неразборчиво написал. Я не могу прочесть. Читайте на следующей странице, госпожа. Там как раз упоминаются ваши с повелителем имена. Если же вы не хотите читать, я приведу русскую девушку. Не надо, я прочитаю. Утром я увидел в первый раз хюрем султана Султана Сулеймана вместе во дворцовом саду. Моё сердце, я едва не выпрыгнула из груди. Хюрем султан выглядела несчастно. Сегодня меня, меня попросили написать их портрет. Боюсь, я не смогу. Каждый раз. Каждый раз при виде... При виде её... Читай. Каждый раз при виде её... У меня... У меня прерывается дыхание. Повелитель, Ашам. Что стряслось, Симбюль? Что тебя так взволновало? Язык не поворачивается. Да говори же. Атиджа Султан? Что с госпожой? Нам только что сообщили. Госпожа пыталась покончить с собой. Пожалуйста, скажи мне, что она жива. Клянусь, я не знаю, Паша. Сказали, хотела убить себя. Хоть уже. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Паша Хазрат Лири, госпожа уехала, Аллах да поможет ей. Опустим это Хюрем Хатун. Давай поговорим о деле. О деле? Не понимаю, вы о чем? Тетрадь Луки, ведь ты забрала. Поэтому ты так спокойна. Какую тетрадь? Я и без той тетради смогу тебя уничтожить. Ты ничего доказать не сможешь. Угрожать мне ты тоже не сможешь, Паша. У тебя ничего нет. Сулейман? А я вот тут Пашу пытаюсь успокоить. Он один. Госпожа уехала, ему так тяжело. Скорбные дни быстро пройдут. Гораздо важнее здоровья. Пойдем, Ибрагим. Когда я вижу их вместе, мое сердце спокойно. Иметь брата — это прекрасно. Они всегда будут друг друга поддержкой. Мустафа очень умен. И Мехмед такой же. А Аллах да и не разведет их на жизненном пути. Аминь. Аминь. Хюрем. Мы искали тетрадь Луки, но так и не нашли. Я спрашивал Ибрагима, он тоже не знает. Вернувшись во дворец, я сказала Гюлюаге, он принес мне, я прочла. Там ничего важного. Лука был здесь не особенно счастлив. Тосковал по своей семье. Поэтому он и уехал. Там ничего интересного. А зачем Ибрагим-фаша принес мне эту тетрадь? Увидев наши имена, он захотел узнать, что там написано. Сулейман, мне так хочется покататься верхом. Давай завтра поедем вместе, хорошо? Конечно, поедем. Только ты реши, на какой лошади поедешь, чтобы ее могли заранее подготовить. На самой красивой лошади. Ее зовут Страсть. Хочу на ней. Госпожа, вы будете кататься в парке? На этот раз уедем немного подальше. Мы будем вдвоем в лесу. Раз уж валиды. Я уже давно забыла, каково это быть с тобой вдвоем вдали от всех. Мы должны чаще это делать. Конечно, ты права. Однако, прежде всего, я хотел бы видеть тебя во дворце, счастливый и улыбающийся. Я тоже хочу кое о чем тебя попросить. По обещанию искать покоя в другом месте. Твое счастье рядом со мной. Принцесса, нам уже пора возвращаться. Принцесса. Принцесса. Султан Сулейман? И что вы здесь делаете? Я захотела немного погулять. Бали-бэй тоже здесь. Гуляет вместе со мной. Малко Чеглу. Повелитель. Карл Габсбург вмешивается в дела Венгрии. Надо его остановить. Я хочу, чтобы ты отправился туда и возложил корону на голову Яноша Запольей. Собирайся в дорогу. Когда вы хотите, чтобы я отправился? Ты должен уехать как можно скорее. Как прикажете, повелитель. Изабелла, а я как раз собиралась отправить тебе весточку. Все уже готово. Завтра утром приедет Гюляга и заберет тебя. Не рада? Ты что, расстроилась? Нет. Буду готова рано утром. Хорошо. А теперь отдаю мне это. Наконец-то оно там, где и должно быть. Хирам Хатун. Пора возвращаться во дворец. Хорошо. Поехали. Я останусь здесь на какое-то время. Бали-Бэй тебя проводит. Начинать действовать. Начинать действовать. Хвала Аллаху, все в порядке. Когда они пришли забрать детей, я так перепугалась. Вам очень идет, госпожа. Госпожа. Гюляга. Гюляга, будь готов. Завтра утром ты заберешь Изабеллу из охотничьего домика и посадишь ее в лодку. Буду тебя ждать. Не беспокойтесь ни о чем, госпожа. Повелитель. Пришла Хюрем Султан. Повелитель. С детьми все хорошо. Да, они уже спят. Все очень перепугались. Когда наконец закончатся болезни и безвременные смерти? Надеюсь, очень скоро мы оставим позади все эти несчастья. С позволения Аллаха мы справимся с ними. Только не волнуйся. Аминь. Я сегодня почувствовала себя такой счастливой, когда мы были вместе. Но этот прекрасный день так рано закончился. Мram. Мам. 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 КОНЕЦ Несравненная госпожа Где ты ходишь? Все сделал, как велено Ты отослал принцессу? Отослал, госпожа Так далеко отослал, что вовек не вернется теперь Ты видел своими глазами, как взошла на борт? Клянусь вам, госпожа Сам ручкой ей на дорожку помахал Все несчастье ваше Галеон увез за море в крайне близкий Ай, молодец Шакероги вели? Лукум готовить и бакшиш всем раздай Сделаю, госпожа С ней покончено Подождись Госпожа, есть еще кое-что Что еще? С Гюлемогой как быть? Он на виду у всех похитил принцессу Изабеллу Разве не следует его наказать? Госпожа Паша С принцессой Изабеллой что-то не так? Я поздравляю вас, госпожа Вам удалось большую беду от себя отвести Я только что Ибрагима Пашу видела Он вернулся из охотничьего домика Озабочен, о чем не сказал Не случился ли пожар снова? Принцесса Изабелла здорова? О принцессе я сейчас не хочу слышать ни слова Светлейша, госпожа моя Что это ты? Чем взволнован? Я только что с Сюмбюлем говорил, госпожа Паша вот-вот меня вызовет к себе на допрос и тогда Как мне быть? Я очень боюсь Не бойся Я же научила, как отвечать надо Все отрицать будешь Не знаю, не был я там А Паша мне поверит? Не сможет он нас поймать Ну все, перестань В обиду не дам Благодарю, госпожа Гюляга Давай завтра в общей комнате праздник устроим Ты все подготовь Будет девушкам радость Как прикажете, госпожа Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...